Строгий костюм и гальштук наут у первоклассников. Для всех школьников первого версия, где не особенный. До речи, у другой Наравлянской средней школы его ждали два года. Миноведо столько часов потребовалось, как привезти другую Наравлянскую среднюю школу в належный стан. Капитальный ремонт был жизненно необходим. После 40-х годов интенсивной эксплуатации, будинок явно не отвечал действующим нормативам. Иншая справа, что реконструкция оказалась непростой, часто тяжкости возникали там, где их никто не ждал. Тем больше, что и объем выполненных работ немаленький. Узмыслены стены, заменены в окна, дах, система оттепления, водопровод, электричная сетка. Педагоги, которые первыми пришли в одну или иную школу, поставили будинкам 10. И запевнили, что теперь учебный процесс будет организованный на высшем уровне. По кой притягивается работа, с этим так само были певные проблемы. Трудности заключались в том, что два года образовательный процесс происходил в пяти учебных заведениях города. На базе детских садов мы работали в две смены. Трудности вызывали как у учащихся, так и у педагогов и родителей. У другой на Ровлянской средней школе будут учиться 510 детей. По районному отделу адукации запевнивают, что якость навучания тут будет не ниже, чем у Гомеля. Сегодня это у Воголя одна из главных задач Галины. Оказывать адукационные послуги на высоком уровне, незалежно от места находжения школы. Для чего перша черговая увага к техничному оснащению научных установ. Только от облаканкама, в якости подарунка, средняя школа номер 2 города Наруле отримала 20 компьютеров. Наставники кажут, что техника почне выкористовываться в научном процессе уже в ближайший час. В Наравлянском районе у Воголя великие планы по развитию Галины. Горрунтуется такая упыльненность у темнику на перспективах экономичного развития и реализации державной программы комплексного выкористания природных ресурсов Припятского полеса. Реконструкция школы, до слова, так само проведена у рамках этой программы. Конечно, уникальная школа в уникальном сельском районе. Для нас очень важно, чтобы эти районы, чернобыльские районы, добавлялось количество людей и мы создавали для их условий. И сегодня приятно сказать, что в этом районе самая высокая рождаемость Гомельской области да и в Республике Беларусь.